Эти холмы словно волны морей. Чтобы сказать все слова о России, мне будет мало всей жизни моей. Самая первая литературная премия Подмосковья, ставшей уже традиционным, фестиваль-конкурс «Дубовские чтения» проходит в Ленинском городском округе уже в 14-й раз. За это время в ней приняли участие более трех тысяч чтецов со всей Московской области. А с этого года мероприятие официально стало всероссийским. Уникальность этого фестиваля в том, что наши участники читают стихи поэтов Подмосковья. Хочу всем пожелать удачи нашему замечательному жюри. Ребята, вам творческих успехов. В этом году более 200 чтецов из 11 округов Московской области и Москвы продемонстрировали свои таланты и любовь к поэзии перед строгим жюри. И лишь 43 из них смогли дойти до финала. Я истину запомнила простую. Война – это зазвучие рваных ран и жизнь, что никогда не дрессуют. Строгому жюри пришлось нелегко, ведь многие конкурсанты достойно подготовились к выступлению на сцене. Важно то, как человек, читающий стихи, как он умеет донести смысл произведения до слушателей. Смысл, настроение, интонацию. Это основное, на что мы будем обращать внимание. Важны и какие произведения, о чем они, как они соответствуют нашему времени, истории нашей страны. В этом году у нас концертная часть будет посвящена Дню Победы и специальной военной операции. И, естественно, будет специальная номинация, которая посвящена патриотическому воспитанию. Из 43 финалистов – 33 жители Ленинского городского округа. В основном это воспитанники актерских студий и литературных объединений. Они поделились с нами своими секретами успеха. Актерская игра, голос, сценаречь. Я хорошо играла лицом и смогла передать образ. Самое важное – это интонация и выражение. И не надо коверкать слова автора. Чувствительный, он должен показать свои эмоции. Не руками, а эмоции у него должны быть в лице. В этом году победителей традиционно выбирали в четырех возрастных номинациях. Отметили и наставников, лучших чтецов. Были и специальные призы зрительских симпатий. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.